В эфире рубрика «Быть с собой», в которой мы говорим о женской красоте и здоровье. Пора сложить домашние дела и уделить время себе любимой. 45% женщин в возрасте от 25 до 60 лет ставят диагноз – миома матки. Что это за болезнь и как предотвратить её развитие, расскажет Ирина Захарова. Ирина Захарова – врач-акушер, гинеколог, эндокринолог. Доброе утро, Ирина. Здравствуйте. Расскажите, что это за болезнь миома матки? Миома матки – это наиболее распространённая доброкачественная опухоль матки, которая образуется из соединительной ткани и мышц матки. Возникает она в результате того, что клетки матки начинают активно размножаться. Причина этой явлении, к сожалению, до конца не установлена, но большую роль выделяют наследственные предрасположенности, неоднократным выскабливанием полости матки, в том числе и абортом, перенесённым воспалительным заболеванием и дисгормональным явлением в организме. Но сейчас появились новые интересные данные по поводу влияния недостатка витамина D на образование матки. Мы сейчас и будем говорить. Вот такая у нас визуализация. Это у нас нормальная флора, да? Или как? Да, нормальные здоровые клетки матки. Если в них поступает достаточное количество питательных веществ... Это вот питательные вещества? Да. Клетки функционируют нормально. Если организм получает достаточное количество витамина D, мышцы матки функционируют нормально, никаких узлов не образуются. Если же в организм женщины поступает мало витамина D... Ух ты! Это что? ...то функция нормальных клеток нарушается, и начинают появляться сорняки, то есть фиброматозные узлы. Как уберечься женщиной от таких неприятных проявлений? Как мы можем получать витамин D? Начнем с того, что витамин D – это жирорастворимый витамин. Он очень хорошо накапливается в жировых тканях в организме. И основной его источник – это солнце. Причем надо понимать, что лучшее время, в которое образуется витамин D – это до 12 и после 4. То есть тогда, когда лучи солнца наиболее благоприятны для здоровья человека. И, конечно, время должно быть ограничено. И время должно быть ограничено. В течение часа – это достаточное количество того времени и того солнца, которое может получить женщина, ну и вообще человек, для того, чтобы оставаться здоровой. Помимо солнца, где мы можем еще получить витамин D? Продукты, наверное? Да, витамин D, конечно же, содержится во многих продуктах, которые мы получаем с пищей. Вот в лосось, говорят, просто волшебная рыба. Волшебная рыба. В порции лосося содержится суточная норма витамина D. А в столовой ложке рыбьего жира содержится аж 300% от суточной нормы потребления витамина D. А передозировка – возможно витамина D? Да, возможно. При этом, так как это такой важный витамин в усвоении кальция и фосфора, при передозировке такое большое количество кальция и фосфора начнет поступать в жизненно важные органы, что может привести к нарушению ритма сердца, к раздражительности, плаксивости. И это только в легких формах. Поэтому передозировку желательно не допускать, поэтому употреблять витамин D лучше только по рекомендации врача. Что еще? Какие продукты? Это апельсиновый сок, молоко или кефир, или кисломолочные продукты? В кисломолочных продуктах много витамина D. В стакане, например, молока содержится четверть от суточной нормы, а в стакане апельсинового сока – 50% от суточной нормы. 25-50. То есть, если мы, в принципе, сбалансированно питаемся, то нам и не понадобятся пищевые добавки. Яйца? Яйца – очень полезный продукт. Единственное, витамин D содержится в желтках, но рекомендуют употреблять его вместе с белками, потому что есть и другие микроэлементы, полезные вещества. Поэтому этот продукт лучше употреблять целиком. Благодарю вас. Добавьте в свой рацион продукты, богатые витамином D, и не забывайте регулярно проходить медицинское обследование. Берегите свое женское здоровье. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ